Ну что, нас сегодня ждет операция по пересадке тазобедренного сустава. Сустав специальный, который позволяет сохранить двигательную активность физическую полную, то есть без ограничений видов спорта, что крайне редко. Пациент молодой, активно занимающийся спортом, поэтому я нашла команду врачей, которые действуют по уникальнейшей совершенно технологии. Об этом будет отдельный пост. Я отдельно распишу, что это за технология, как она применяется и почему только в Бельгии и США. А также знаменитый всем актер Жан-Клод Ван Дам оперировался именно у этой же команды врачей в этой же клинике и собирается в ближайшем будущем заменить и второй тазобедренный сустав, чтобы продолжать тренироваться, бегать, прыгать и активно заниматься спортом. Субтитры сделал DimaTorzok Сначала у нас правая нога вперед, потом мы себя поднимаем руками, перехватываем. Сейчас мы доходим до костылей. Сначала правая, сначала правая, потом левая, правая. Так, если вдруг головокружение еще что-то, хватаемся за эти штуки. Предупреждаем заранее. На расстоянии между костылями. Вот, теперь левая. Опять, вот мы их на уровень костылей. Вот поставили костылин, правая нога доходит вот до них, не дальше. Вот, то есть не очень. Пользуемся ногой, не боимся, пользуемся. Пользуемся, пойдем направо. Значит, когда поворачиваем, ногу поднимаем хорошо. Нога у нас не костяная. Прежде чем садиться, мы опять выдвинули ногу. Вот, вот, отлично. Немножечко туда, вот в тот, под ракурс, вот туда вот изменить ракурс. Вот, ага. И она должна быть ровная, и это должна быть согнутая. Вот, то есть каждый раз. Сейчас она помогла, а так у нас здоровая нога цепляет больную. Значит, оперированная, у нас получается, оперированная нога должна оставаться ровной, а это согнутой. В этом случае две одновременно с ногой. То есть левая здоровая, поэтому мы на нее спокойно отпускаемся, а это уже с двумя костылями вместе. Вот, пошли. Вот у нас здоровая костыль и костыль. Костыль и правая костыль. Костыль поставили, оперлись. Второй день для сравнения. Вы прям вообще уже бежите. Пуле две зимы жур и куру. Пуле весело, отрабяй. Жемем дюмаля, алью ватропей. Мы справились. Бегаем теперь уже, вы видели как. Поэтому теперь выписываемся еще несколько дней в отеле, где будет приходить медсестра и заниматься тренер. И потом можно домой. Ну что ж, мы с вами побывали на операции. Дальше вы видели, что в первый же день после операции пациент встает на ноги и не просто встает, а продолжает ходить. С этого момента на протяжении месяца сохраняются костыли, но как вспомогательный элемент. Два костыля две недели и один еще две недели просто для сохранения равновесия. Что же касается самой операции, она лучше всего проводится в Бельгии и США, потому что технология позволяет сохранить саму головку шейки бедра. Об этом будет отдельное видео, поэтому подписывайтесь на канал, ставьте лайки, ставьте колокольчик, потому что вы сразу узнаете, как только выйдет новое видео. Спасибо и подписывайтесь на канал.